Всем привет! Я нахожусь на предбоказе фильма «Форма воды». Вот завтрашнего дня будет уже в кинете автро, то есть когда выйдет в лог, вы уже можете его смотреть. Я посмотрю и вам расскажу, как мне. В принципе, я вчера, кстати, была на фильме «Астрал», это фильм ужасов. Я не люблю фильмы ужасов, поэтому удовольствия не получила. Но я все равно пошла, чтобы вам рассказать. Но я знала, что мне не понравится, но все равно пошла. Вот видите, что я делаю ради вас. И посмотрим один из лучших фильмов этого, а точнее, прошлого, 2017 года и, возможно, 2018. В 2017 году какие награды получил «Форма воды», я обязательно расскажу. Режиссер Дубрижак, как это? Расскажите, сложно ли это профессия? В общем, может быть, это затратно, дорогостояще. Как оно? Как оно в Украине? Это менее дорогостоящее, чем хотелось бы, но это очень интересно, если душа к этому лежит. Но я так понимаю, что если лежит душа, значит, вообще трудностей по озвучке, именно актерской, режиссерской озвучке, вообще быть не может. Иногда может, но мы с этим успешно боремся. Как боретесь, если не секрет? Ну, есть для разных актеров разные методы. Это какие? Подождите. Актерские методы — это интересно. На одного актера нужно похвалить, на другого нужно нажать, на третьего нужно отругать, на четвертого нужно, наоборот, сказать, ты самый лучший в мире. Ну, вот так как-то так и работаем. Дипломатия решается. Дипломатия. Дипломатия украинского кино. Дорогие друзья, гости сегодня у Васити. Давайте поаплодируем. Эта команда озвучила фильм «Форповоды», который Вы сегодня пришли вместе с нами презентовать. Я хотел бы нам напарить, чтобы немножко громче, потому что это лучшие украинские актеры, которые озвучивают лучшие мировые фильмы. Вот так. Вот так. А что Дема делает? Демитушка, что ты делаешь? Массаж делаю. Массаж делаешь, да? Класс. Смотри, как я ходю. Ходю. Ходишь, ходишь. Ой, больно так. Больно? Ну, конечно, это же массаж. Это хорошо. И животик будет массажировать. Мы тут... Оля помогает мне. Перестановку делаем опять. Ужас. Потому что я решила еще тумбу одну купить в Икее. Не тумбу? Ну да, комод. Мама меня исправляет. Говорит, не тумбу. Комод. Ты кто? Лягушонок? Нет, это мой папа учил. А, папа тебя учил? На поле. Ага. И я просился. Понятно. Это, получается, ты отжимаешься, да, как папа? Да. Классно ты отжимаешься. На деле ребенка холод был вчера. Да, вчера у нас... У нас с тремя пижамами. Вчера отключили свет, а у нас отопление, ну, колонка это газовая. Все из деды спали. Да, было холодно вчера. Что у меня теперь болит горло? Я просто протуженная. Ха-ха-ха. Не могу. Сейчас его съем. Слушай. Отживаешься? Так надо ручки, локоточки сгибать. Сгибать? Да, сгибать локоточки. Сгибать? Да, сгибать локоточки. Сгибать? Стойка на голове. Так это йога, Дем. Это поза собаки. Собака лежа, собака стоя. Нет, скажи, это поза льва. Восемь, девять. А давай посчитай, смотри. Правильно считать. Поскладывал все по цветам. Давай, считай. Один. 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 Четыре. Три, подожди. Три. Ты три пропустил. Давай еще раз. Давай. Один. Один. Два. Два. Три. Четыре. Молодец. Опа-опа. Всем привет. А в Киеве опять снегопад. Настоящая зима перед завтра крещением. Сегодня сочельник. Вот. Я хочу вам рассказать про фильм, на котором вчера была форма воды. Я вам могу сказать, что это фильм офигенный. Мне он очень понравился. Да, он, конечно, больше понравится девочкам, чем мальчикам. Но я все равно советую его посмотреть. Девочки, уговаривайте мальчиков. Это такая сказка. Прямо сказка сказочная. Но там и зло, и добро. Но добро побеждает. Не буду ничего рассказывать. Пойдите, посмотрите. На самом деле, очень хороший фильм, хорошо снят. И мне очень понравился. Я до сих пор под впечатлением. Он уже идет в кинотеатр к сегодняшнему дня. То есть, 18-го числа. Я сейчас еду в салон. Я забыла делать пост. Я обещала вам, девочки, что каждый раз, когда у меня будет новый маникюр, я буду выкладывать видео для тех, ну, как идея. Ну, кто просил. Но я забыла этот маникюр выложить. Он, на самом деле, такой прикольный. Мне он понравился. И он такой, знаете, как прям, правда, новогодний. Бордовый с елочкой золотой. Но он все равно сейчас для меня уже не актуален. Новый год прошел. Вчера убрали елку. Я решила заказать с Икеи комод. А потом подумала, стоп. И я взяла, сбросила. Если вы смотрели просто мои предыдущие влоги, вы видели, что я купила себе такой комод-стол. С зеркалом, со светом. Это все для бьюти-видео. Это не мне. Вот. Это все для бьюти-видео. И сбил меня. В смысле. И теперь я хочу дополнительно... Как я увидела такой, знаете, как комодик. Он по размеру 116 по высоте. Глубина там 48. И ширина, по-моему, 36. То есть он небольшой, но он как раз для всякой мелочевки. И туда можно сложить и всю бижутерию, какие-то драгоценности. Также косметику. То есть полностью все попрятать. И я так загорелась. Но по деньгам он стоит 4 с чем-то. Я так думаю, блин, 4 тысячи как бы просто так на дороге не валяются. Вот. И тут я выхожу с Икеи. Мне звонок через OLX. Я продавала коляску Демкину. Там автокресло, люлька и сама прогулка. Бритакс. Мне звонит девушка и говорит, я хочу посмотреть коляску. Говорю, ну приезжайте. Она приехала, посмотрела и купила. И у меня есть деньги на комод теперь. Этот еще даже остается. Я такая думаю, вообще класс. Я хочу купить этот комод. И такая думаю, ой, супер. А потом, опять же, к чему я это? Я написала и сбросила фотографию вайбера людям, где бьюти мебель ЮА или что-то такое. Там, где я заказывала вот это зеркало с комодом. Говорю, просчитайте, сколько будет стоить сделать такой комод. Сбросила я им размеры. И они говорят, хорошо. Но они еще цену не сбросили, пока просчитывают. Если будет хорошая цена, плюс пересылка новой почтой. Если будет, ну, в принципе, если то на то и выйдет, то, конечно, я куплю здесь на Харьковском Вике. Если будет дешевле, например, где-то на тысячу, то, естественно, я закажу у них. Поэтому я такая в предвкушении делаю перестановку постоянно. Хочу теперь заменить хозяйский журнальный столик на купить такой белый. И я реально понимаю, что если я перееду в свое жилье, то у меня уже комната, кроме, например, там кровати, да, и прикроватных тумбочек, у меня, в принципе, уже будет. Ну, то есть в моей спальне будет вот этот вот бьюти-стол стоять. В общем, у меня, конечно, такие всякие мысли, я уже все себе представляю. В общем, мечтаю. Совсем забыла. Хочу вас поблагодарить за ту дискуссию, за то общение, которое у нас было под постом моим, одним из последних, где я провела аналогию между его мужчиной и свитером. Это в Инстаграм, кто не подписан, не знает, но я так кратко скажу. Поэтому я, гуляя по торговому центру, ну, не знаю, как-то мне в голову пришло, что мужчина, он как свитер. Прошу не обижаться. Я изначально там сказала, что не надо обижаться, я ни в коем случае не хочу обидеть мужчин. Многие мне написали, зачем ты сравнила со свитером мужчину, это же не вещь. Нет, я ни в коем случае не хотела обидеть. Можно также и женщину сравнить, например, да, там, с мужским каким-то гардеробом. Ни в коем случае, нет. Это просто мне, знаете, почему со свитером? Потому что мы мужчину на себя как бы надеваем. Он может быть колючим, он может быть мягким, такой приятный к телу, нам тепло, нам уютно, комфортно. И вот, знаете, когда мужчина обнимает, вот это как свитер, знаете, как вот, ну, это у меня такое представление. Поэтому я провела аналогию именно со свитером, потому что в нем комфортно, уютно, тепло, вот как-то так. И когда холодно зимой, я всегда хочу надеть свитер, потому что, ну, потому что хочется тепла. Поэтому, но другие поняли как-то по-другому, и каждый понимает, как хочет. Я, в принципе, не собираюсь там перед кем-то отчитываться и рассказывать, что вот, я имела в виду другое. На самом деле все, ну, большинство посмеялись правильно, поняли. И для меня был комплимент от мамы моей, маме очень понравилось. Также большой комплимент у меня был от учительницы русского языка и литературы. Она мне написала в комментариях о том, что, ну, в общем, приятные вещи написала. И она мне сказала, говорит, Аня, пиши книги. Вы знаете, мне мама об этом тоже говорила. Но, знаете, когда свой родной человек, это одно, потому что ты понимаешь, что для мамы мы всегда самые лучшие. Но когда, говорит, это учитель, который, в принципе, в школе, может быть, где-то даже тебя недолюбливал, почему-то я так ощущала. Хотя я ее очень любила, эту учительницу, это Любовь Масилюк, Любовь Васильевна. Она привила мне любовь к Амару Хаяму. Я полюбила русскую литературу. Я до этого любила сказки, как ребенок. А именно русскую литературу, вот как она преподавала, она такая, ну, такая благородная, такая статная. Всегда она мне нравилась. Но мне почему-то казалось, что она меня недолюбливает. Она всегда была строга. Вот. И когда она мне написала такой комментарий, представьте, говорит, пиши книги. И я такая думаю, ого, на самом деле. И я задумалась. Я задумалась и думала, может быть, действительно что-то такое написать. Мне и подружки говорили. У меня в жизни многие моменты такие происходили. Очень-очень такие, знаете, прям. И мне девчонки говорили, Аня, если бы ты книгу написала, то было бы очень круто. Но я не знаю просто, как начать. Вот честно, я бы написала, но я не знаю, как. Когда ты пишешь пост, ну, это же только пост, он небольшой. Это маленький рассказик, а тут надо на целую книгу. Поэтому я не знаю, я задумалась. И прошу вас совета. Как вы думаете? Ну, кто подписан на Инстаграм, тот знает, читает. А кто не подписан на Инстаграм, то, конечно, вам сложнее. Вы меня так просто видите, я с вами общаюсь. И вы мои посты не знаете, что я там пишу, чем делюсь. Не удивляйтесь, почему у меня такой внешний вид. Я после массажа. Я забываю. Массаж называется багуа. И это массаж, я уже о нем рассказывала. Это как медитация. Я просто улетела. Сейчас я просто растворилась в этом кресле-подушке. Пью чай и не в состоянии сесть за руль. Потому что прям хорошо, хорошо. Так сразу добренько стало. Очень классно. Я хотела вам показать новый свой маникюр. Вот. Такая прям нежнятина. Мне очень нравится. Вот. По поводу массажа. Хочется пройти курс таких массажей багуа. Потому что... Ну вот, это успокаивает нервную систему, что мне сейчас надо. Потому что я не сплю. И потому что... Потому что он реально классный. Методика. Автор этого массажа, по-моему, Ермолов. По-моему, если не ошибаюсь. И массажист, который делает, он практикует уже 15 лет. И 15 лет он занимается медитациями. То есть, когда он делает массаж, он тоже в медитации. И вот это вот психосостояние человека, который делает массаж, оно придается и тому, кто лежит на столе, и его получает. В общем, на самом деле, очень крутой массаж. И я советую попробовать. Или, может быть, подарить... Например, купить сертификат. И такой массаж подарить на какой-то из праздников. Скоро день влюбленных, например. И порадовать свою вторую половину. Поэтому реально советую. Очень крутой массаж. Поэтому я тут такая лежу. Все такая... О, кайф. Прям кайф, 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 кайф. Всех с праздником, с крещением. Мы сейчас... Привет, привет. Убираем вам у него этот, да. Мы едем сейчас в церковь. Уй-тюй-тюй-тюй-тюй мой. Такой круглый, как колобок. Ты выброжуля голубоглазая. Мы сейчас едем в церковь. Потом я везу Ники в школу. После школы она хочет с друзьями покататься на санках. Вот, Демка тоже с санками. У нас... У нас просто снегопад и столько снега. В общем, настоящая зима. Поэтому очень-очень круто. Оставайтесь с нами, мы еще включимся. Да. Смотрите, какая красота. Церковь находится в парке Партузанской славы. Среди елей. Это так красиво. Вообще. Пока мои в церкви, я тут вышла вам показать, как красиво. Очень красиво. И Ники завезла ледянку. Такие санки, которые на попе катаются. Они возле школы на горке. После школы будут с друзьями кататься. В общем, детям радость. Взрослым радость. Вообще красота. Боже, как мне нравится. Такая довольная, такая счастливая. Снег. Я никогда не любила снег. А сейчас люблю. Все, я в церковь пошла обратно. Демушка. Демушка. Покажи. Демит. Покажи купель, в которой тебя крестили. Покажи. Я не могу. Ну почему? Ты что, как что, я тебе рассказывала. Я не могу. Тихо, тихо. В церкви не кричат. Я Деме только что рассказывала, что в этой купель его крестили. Когда мы выпили 40 дней. Да, Дем? Идем. Я буду бегать. Бегать нельзя. В церкви нельзя бегать. Бегать в церкви нельзя. В церкви молятся. Понял? Пошли помолимся. Пойдем. Давай, маме ручку. Мама, я хочу на поту. Смотрите, где мы живем. Вот с правой стороны идет частный сектор, а с левой стороны у нас лес. Лес, если пойти дальше, туда левее, то там будет парк партизанской славы. Озера. Вообще, просто очень шикарно. В любое время года. Мне очень нравится здесь жить. Но все равно хочется своей железы. Катя говорит, что очень ярко. Да? Очень ярко. Очень. А мне нормально. Самое интересное, что я не замечаю того, что ярко. То есть, я очень комфортно себя ощущаю. Вот я смотрю спокойно вообще. Так, как ты это делаешь? Может, это первый раз я не засыпаю. Ну, может быть, не засыпаю. Хотя я первый раз спокойно отрезаю. Да, сидишь спокойно отрезаю, а ты такая красишься. Да, вот я уже начала тут все складывать, поэтому я вам потом покажу. Раз, два, три, четыре. Вы у меня спрашивали, многие спрашивали, ярко ли бьет свет. Ну, вот все вокруг говорят, что ярко, а мне нет. Мне нормально. Петя с Катей приехали в гости. Вот, и начали говорить о том, что стол классный. Я включила камеру, чтобы заснять. И сразу они замолчали, потому что камеры стесняются. Забыла вам показать. Я была в магазине Жан, у меня здесь просто есть. Есть косметичка, хочу вам ее показать. Вот, она такая, как плачек. Поэтому, в принципе, можно использовать иногда даже как плач, а не как косметичку. И есть парфюмированная кисточка. Вот. Это парфюмированная кисточка. Ее можно найти в магазине Жан. Все уже бегают, мама зовет кушать. Бегу, мам, бегу! О, вот, она, ой, сейчас, малыш, нанести, например, там на шею, по разным там зонам, где вы хотели бы, чтобы вы благоухали. Она безумно вкусно пахнет. Очень классная вещь. Ее можно брать с собой, например, в сумочку. Ну и это для тех, кто не любит, я, такие, знаете, яркие запахи на себе нравится, когда слегка есть такой простой аромат, такой шлейф. Вот так вот вы набираете, ну, можно сказать, вот таким вот образом, и кисточка начинает пахнуть. Она так классно пахнет, просто супер. И вот косметичка. Здесь два отдела. Один вот, и второй самый, основной, здесь. И тут маленький презентик. Маска и, по-моему, крем с СПФ. Вот. Такие пробнички. Вот такие вот у меня есть обновочки. Это, можно сказать, остатки подарков к Новому году. Мы пришли на фильм. Мы пришли на фильм. Опс. Петя, я тебя потеряла. Ты где? Ты где? Петя. Мы пришли на фильм «Темные времена». Говорят, по отзывам, очень хорошие. Как ты думаешь, Петя? Посмотрим, скажем. Мы в Видоре, недалеко от дома. Посмотрим, как он нашел. Я помните, вам их показывала? Офигенные. Я так рада, что я их купила вообще. Мы идем после сеанса. Ночь. Двенадцать ночи. Петя, ты мне обещал рассказать, как фильм. Шикарнейший. Всем советую. Катя тоже говорит. На самом деле, действительно, это политика. Сплошная политика, история. Но он очень классный. И актер очень крутой. Реально крутой. Вот, поэтому сходите обязательно. Прикольный фильм. Все, я на этом свой влог заканчиваю. Все, всем пока-пока. Подхожу к машине, и Петя видит, что у меня спущено колесо. Офигеть. Сейчас будем искать, но тишина монтажа. Все, теперь всем пока-пока уже точно. Продолжение следует.